Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем отходить от отпуска, он вышел знатно, до сих пор набираемся сил. Обзоры флагманских смартфонов будут очень скоро, ну а пока... Телевизор 65 дюймов на платформе Яндекса! И внутри Алиса! Не внутри коробки, а внутри телевизора. Давайте поговорим о Яндекс ТВ. А что такое телевизор Яндекса? Яндекс ТВ, что это такое? А это смарт-телевизоры на платформе Яндекса Построенные. Если мы посмотрим на ассортимент Яндекс Маркета, то увидим, что диагоналей много от 32 до 65. А если зайдем на специальную страничку Яндекс ТВ, ссылки, кстати, для вашего удобства я дам в описании. Переходите по ним, смотрите, что продается, по какой цене и вообще знакомьтесь с Яндекс ТВ. То увидим, в общем, на этой спецстраничке список брендов, которые производят телевизоры с Яндекс ТВ. Их уже более 10 и продаются они во всех ключевых розничных сетях. Мне скромно досталась самая большая диагональ телевизора Hyundai или Hyundai. Вот его наименование. 65 дюймов. Вот комплексы у меня. Вот, кстати, телевизор в своей родной стихии. В интерьере на тумбочке стоит. И, кстати, на тумбочку он еле поместился. Я аж подумал, может быть, тумбочку побольше на будущее взять. Или еще одну такую, чтобы телевизоры будущего на него нормально вставали. В общем, ребята, у кого тумбочка маленькая, подумайте, сможете ли вы разместить его как надо. Короче, телевизор мне очень зашел на самом деле. И чуть позже я расскажу, конечно же, почему. Но сначала поделюсь своими мыслями о ценообразовании. Оно показалось мне очень странным. Оно меня удивило, если можно так сказать. Как выяснилось, его RRC, рекомендованная розничная цена, составляет 47 990 рублей. Но по этой цене его вроде продает только ДНС прямо сейчас. До этого, вот буквально месяц назад, на Яндекс Маркете я видел его менее чем за 30 тысяч рублей. 28 что ли с копейками он стоил. Я офигел-то, думаю, вот это прайс. В Ситилинке прямо сейчас он продается за 35 примерно тысяч рублей. На Яндекс Маркете вчера был за 33 или 32 тысячи рублей. Но вроде бы на сегодня уже пропал. Короче, плавает очень сильно ценообразование. И знаете, даже за 48 тысяч 65 дюймов, вот с картинкой, которую он дает и с функциями, вы бы, наверное, не разочаровались в покупке. А за 35, за 33, менее чем за 30 тысяч рублей, это вообще настоящий подарок. Был бы кто успел выхватить, тот молодец. Того я грацую, как говорится. Кстати, возвращаясь к брендам, которые производят телевизоры на платформе Яндекса. Вы заметили, что там нет таких дико именитых кричащих брендов? Все потому, что вот на данном этапе компания работает с брендами, которые выпускают качественную продукцию за адекватные деньги. И вот в этом пока вот стратегия. Дать доступ большой аудитории к телевизорам на умной платформе. К хорошим телевизорам, я вот отмечу. По крайней мере, я сужу вот по своему 65-дюймовому другу. Вот так вот. И это позволило, конечно же, снизить цены. Кто-то скажет, что это какой-то непонятный но-нейм, какой-то дешман. Но даже среди вот такой продукции есть реально хорошие экземпляры. И, кстати, вместе с каждым телевизором, независимо от его цены, диагонали, идет бесплатная подписка Яндекс Плюс на 3 месяца. Вот. И я так подумал, что мы можем порадовать и наших зрителей, кто вот прямо сейчас смотрит это видео. Давайте разыграем 5 промокодов на Яндекс Плюс, которые будут действовать целый год. 5 промиков на целый год Яндекс Плюс. И это офигенно, на самом деле. Я бы принял участие на вашем месте. Условия очень просты. Как обычно, первое, быть подписчиком на наш YouTube канал и поставить колокольчик для получения оповещений. Второе, поставить лайк этому видео. И третье, написать какой-нибудь комментарий под этим видео. Напишите, что последнее из сериалов или фильмов вы смотрели и что вам зашло прям так вот. Я вот последнее, что смотрел, это сериал, как он называется, про мальчика. Советский Союз, мальчик. Пищеблок. Вот, пищеблок я смотрел. Последний раз. Все условия в описании. Участвуйте, друзья. Вам повезет. И участвуйте в других наших розыгрышах. Но давайте вернемся к телевизору, а чуть позже поговорим про саму платформу Яндекс ТВ. Итак, телек. Железка. Вот характеристики ее. 4К, хорошее современное разрешение. Большая диагональ. HDR есть, но с такой яркостью мы можем говорить об HDR начального уровня. Разница без HDR с HDR она есть. Она заметна, но, конечно, не эталонный, дико навороченный какой-то HDR. Впрочем, без прямого сравнения, знаете, мне лично нечего предъявить HDR. То есть, играешь в PlayStation 5. Вот, пожалуйста, перед вами сейчас сцена из Uncharted 4, которая, кстати, на ПК вот-вот вроде анонсирует. Sony Boy, наверное, несколько опечален. Но мне лично пофиг, чем больше в нее поиграть, тем лучше. Короче, играется хорошо с HDR. Картинка приятная. Вообще, картинка в целом мне понравилась у этого телевизора. Она реально вот из тех всех телевизоров, которые у меня были, а у меня было, наверное, штук 5-6 телевизоров за последние 4 года. И на обзоры приходили, и просто покупал, менял. Картинка с этого телевизора, наверное, вторая по качеству после QLED за 150 тысяч рублей. Вот, честно, искренне так говорю. Может быть, будет субъективно, а оно даже лучше, потому что это лично такие ощущения непредвзятые. То есть, картинки реально никаких претензий у меня не было сразу после первого включения. Но у меня после первого включения была претензия сразу к звуку. Он мне не понравился. То бубнит, то какой-то плоский. Короче, вообще не зашло. Пришлось поиграть с настройками. Опытным путем выяснилось, что просмотры ютюбчика, просмотров фильмов лучше всего заходит в режиме фильм. И с выключенным, либо активным, объемным звуком. Ну, смотря что смотрите. А в играх лучше всего, кажется, был стандартный режим. Либо, опять же, фильмы, но уже с выключенным, объемным звуком. Короче, из этого телевизора можно достать хороший, приятный, не раздражающий звук, не беспокоящий. Но нужно поиграться с настройками и понять, как именно акустически все это воспринимается конкретно вами в вашем помещении, в вашем окружении. Я читал отзывы на этот телевизор и реально все хвалят картинку и все критикуют звук. Но говорят, что нужно пошаманить с эквалайзером, с настройками, тогда будет лучше. Я вам то же самое говорю. Еще два немаловажных момента. Первое. Здесь нет уплавнялки. Это которая разгоняет картинку до 60 фпс. Сериалы, фильмы становятся в 60 фпс. То же самое телевизионная программа. Мне такой режим не нравится. Все становится каким-то кукольным, неестественным. Хотя есть любители подобного. Я с этим спорить не буду. Но в этом телеке уплавнялки нет. Мне лично на нее пофиг. Ну, а кому не пофиг, те, соответственно, мотают на ус. Второй момент касается консольчиков. Ну, например, вы захотели купить себе абсолютно не дефицитную PlayStation 5. Купили легко и просто ее. И рассматриваете телевизор, чтобы совместить это все. Так вот, есть особенность одна. Определяется, да, что PlayStation 5 подключается по HDMI. Но при этом картинка дико пиксельная. Мы сначала не поняли, что происходит вообще. Почему картинка такая стрёмная на вид. Выяснилось, что консоль подключилась к телеку в режиме Full HD. И поэтому вот картинка такая странная. В консоли копались, ничего не нашли. Покопались в телевизоре в настройках. И оказалось, что нужно поменять режим HDMI. И тогда 4К заработало в 60 FPS. Все стало очень-очень хорошо. По материалам все ожидаемо. Пластик почти везде. Но сзади есть металлическая вставочка. Не знаю для чего. Ножки пластиковые. И, собственно, производитель решил никак не заигрывать с внешним видом. Везде как бы пластик и глянцевый. И на него смотришь и видно, что пластик. Касательно засветов однородности матрицы. Облака есть. На такой диагонали, конечно же, без них никак было нельзя обойтись. Ну, просто техническая особенность такая. Но ничего борьбеглазного такого, что беспокоило бы во время просмотра контента, я не заметил, я не ощутил. Пульт пластиковый, черный. Питается от двух мизинчиковых батареек. Что про него говорить можно еще? Что вообще принято про пульты говорить в обзорах телевизоров? У него нет кнопок цифровых. У него есть клавиши голосового управления. Вызываешь Алису. Ну вот, вот. Пульт. Пульт. Не вибрирует. Влагозащиты нет. Еще про конструкцию. С правой стороны находятся кнопки управления на случай, если его пульт потеряли. Такие конкретные кнопки здесь. Разъемы сгруппированы по двум секциям. В одной секции, боковой, мы видим два USB. Разъемы расширения. Пара коннекторов под антенны. В другой секции, которая идет горизонтально, располагаются HDMI разъемы. Оптика, LAN, наушники и тюльпаны. Доступ к ним не очень удобный. Но, с другой стороны, вы что знаете телевизоры, где удобно подлазить к разъемам? Я что-то нет. Это заговор, на самом деле, производителей телек. И, кстати, наклеечка с производителем. Вам, наверное, интересно, кто производит это чудо техники. В Зеленограде делают по лицензии Hyundai. Теперь про Яндекс.ТВ. Что это такое? Это платформа на Андроиде построенная. В данном случае, Андроид 9 у нас. И задумкой основной было предоставить доступ зрителям в простом наглядном виде. Сразу доступ ко всему. И сериалы, и фильмы, и телевизионные программы. Чтобы все это было вот на одном окне. И буквально в два шага бабушка, ваша дедушка. Или вы сами, когда напьетесь. Там не надо злоупотреблять. Могли легко найти нужную программу. Яндекс уверен, что эта оболочка легко и просто пользоваться. И на самом деле это так. Я пользовался, так скажем, но-нейм телевизорами. Знаю, что могут предлагать китайцы. И поверьте, бывает такая дичь. Здесь все вот реально для тех, кто... Даже для детей легко и просто. У меня четырехлеткая дочь. Все понятно для нее. Возможно, на этом моменте повествования кто-то из вас подумал, что платформа-то проприетарная, закрытая. Уже собрались, наверное, дизлайк ставить или видео закрывать. Но нет, не спешите этого делать. Потому что здесь хоть и Яндекс в основе, но другие онлайн-сервисы есть. В списке приложений, пожалуйста. Можно Иви там, Окка. Как вы там подписку найдете, повыгоднее. Можете поставить и смотреть то, смотреть другое. То есть в этом вы не ограничены. А еще здесь есть файл-менеджер. И что получается? Телевизор на андроиде. У него есть USB-разъемы. Есть файл-менеджер. Возможность загнать АПК-шку тоже имеется. Вы поняли, да, на что я намекаю? Да. Но, к сожалению, тот же Netflix не получается завести в рабочий режим, потому что ругается на отсутствие сертификации у конкретно этого телевизора. Не знаю, кстати, как с другими моделями под Яндекс.ТВ. Возможно, там по-другому. Но вот конкретно на этой модели Netflix не работает. Ну, он не сертифицирован телек. Ну, а пока поставить можно. Теперь небольшая демонстрация вживую. Покажу, как работает Алиса. И заодно посмотрим на быстродействие самого телевизора. Насколько он шустрый. Ну, довольно шустрый на самом деле. Итак. Запусти сериал Пищеблог. То есть можно давать вот такие вот запросы. И сразу переходить к искомому. Включу ужастики. Подборка по жанрам. Смотрите фильм какой-то, хотите больше узнать о каком-то актере? Пожалуйста. Рост скалы. Расскажи анекдот. Микрофон находится непосредственно в пульте, поэтому нужно говорить в него. Погода в Томске на завтра. Ну, очень полезно, очень шустро, видите, да? Что отвечает почти мгновенно после запроса. Еще скорость запуска. Чего-нибудь такого, что я не запускал. С нуля. Значит, посмотреть на скорость работы. Идем в кинопоиск. В само приложение. Скорость загрузки. Смотрим кинопоиска. Окей. Далее подгружаются иконки. Отлично. И здесь. Вот это, например, не смотрел, да? Смотреть. Сравните со своим телеком, как он у вас подхватывает подобные запросы. На мой взгляд, все весьма очень отзывчиво, очень шустро. Чего не ждешь от телевизора, ну, реально в районе тридцатки. Выводы. Что я думаю об этом телевизоре? Скажу честно, до того, как я его распаковал, начал пользоваться, меня очень сильно, очень прям, смущало два момента. Два ожидания было у меня негативных. Первое. Я думал, что платформа здесь проприетарная. То есть, Яндекс.ТВ же это. И вы, наверное, тоже так думали. Значит, только кинопоиск, только Яндекс и все. Ничего другого здесь не будет. На самом деле, даже без подписки на Яндекс, у вас будет доступ к IP телевидению. Кроме того, ничто не мешает пользоваться другими сервисами. Там, Иви, Ока, Мигого, что там еще. Короче, очень много их. И в этом плане, конечно, респектус Яндексу за то, что они не закрылись в скорлупу. И плюс Android. То есть, есть файл-менеджер, и вы знаете, что это означает. Второй момент. Меня также сильно смущала техническая часть. Я реально переживал за то, что придет именно в виде телевизора. Что будет показывать устройство с диагональю 65 дюймов за 30-35 тысяч рублей. У меня был китаец с заказанной солишки за 20 с лишним тысяч рублей еще два года назад. И пришло, конечно, чудо. Не в перьях, но чудо чудное было. И стояло у меня исключительно как реквизит в студии. Ну, конечно, без слез на то смотреть было нельзя. И ПО там было ужаснейшее. Я реально переживал, что здесь придет. А пришел очень даже неплохой телевизор. У меня вообще на постоянке стоит телек Кулет. За 150 тысяч рублей его стоимость была как-то... Ну, я, правда, купил по акции подешевле. Так вот, заменив одно на другое, я не испытал какого-то сильного даунгрейда. Да, Кулет, конечно, поярче. Но картинка в целом все равно смотрибельная. У меня нет желания скорее снять Hyundai с постамента и поставить туда прошлый телевизор. То есть, вполне себе нормально. А по быстродействию он даже лучше, чем вот корейский этот телек. Ну, легко понять, о чем я говорю. Я говорю не о бракодилах, кстати, да. О другой компании корейской. Яндекс.ТВ охватывает бюджетный сегмент телевизоров. И бюджетный сегмент телевизоров, он существовал всегда. И это огромная доля продаж на самом деле. Но до прихода Яндекса, до прихода вот этого вот знака, можно сказать, знака порядка Яндекс.ТВ, в данном сегменте творилось вакханалия. Там реально Рагнарёк происходил, потому что каждый производитель делал кто на что гораст. Совершенно разные платформы там были. И покупаешь чуть ли не кота в мешке, если ты не додумался посмотреть, подключить к интернету, что вряд ли, кстати, соглашались бы делать многие магазины. Получалось так, что ты приобретаешь телевизор, приходишь домой, настраиваешь его и понимаешь, что некоторых приложений нет. И их даже не поставить. Например, вот японский бренд есть один у оператора моего телевизора, полтора года назад купленный. И там есть много сервисов, но нет кинопоиска. И производитель не завозит туда кинопоиск просто-напросто. И чтобы вот такого не было, что ты купил телек, а там что-то нет, Яндекс.ТВ вот пришел и какую-то организацию провел. Это на самом деле хорошо. То есть приобретая недорогой телевизор, ты знаешь, что как минимум у тебя будет там полный набор российских онлайн кинотеатров. А если у тебя подписка Яндекс.Плюс есть, пользуешься такси, там еду заказываешь, Яндекс.Музыку слушаешь, то на какой-то процент ваша подписка будет использоваться активнее уже. Основную мысль еще раз повторю. Я приветствую приход Яндекса вот в этот доступный сегмент. Потому что раньше было все непонятно, все плохо, все разрознено, а теперь будет какой-то порядок, и за ПО будет отвечать уже Яндекс. То есть вы не будете писать, пинать производителя какого-то непонятного бренда. Будете пинать уже Яндекс. Типа запили. Что там за глюки? Крайний, наконец-то нашелся крайний, который будет за ПО отвечать. В общем, если вас смущала такая метка Яндекс.ТВ на телевизоре, то, друзья, не смущайтесь, ничего страшного нет. Наоборот, от этого я вижу одни плюсы. Этот сегмент выиграет от развития Яндекс.ТВ платформы. Вот такие вот мои мысли. И конкретно 65-дюймовая модель получает от меня знак рекомендации. За эти деньги очень-очень неплохой продукт. Сколько эта 65-дюймовая годнота стоит прямо сейчас, вы можете узнать по ссылке в описании. И узнать подробнее о платформе Яндекс.ТВ вы можете тоже по ссылке в описании. И, конечно, узнать подробности нашего розыгрыша текущего вы можете где? Правильно, в описании. Так что в описании найдете много полезной информации. Проходите туда. С вами был Евгений, мой был Telephone.ru. Скоро увидимся. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok